Привет всем мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир, и в сегодняшнем видеоролике мы поговорим о тройке самых лучших андроид приложений за минувшую неделю, но есть один нюанс, это будут игры. Итак, наверняка многие из вас вспомнят, что в нашей группе ВКонтакте мы устраивали голосование, стоит ли возрождать эту старую забытую рубрику. И мало кто знает, или даже наверное не так мало кто помнит, но изначально мой канал был посвящен исключительно играм под андроид. Потом он перерос в нечто большее, и соответственно мы стали снимать игровские ролики про всякие взломы, хаки, прошивки и прочее, 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 и забыли свои корни. И вы проголосовали, что надо вернуть эту рубрику, надо играть в игрушки. Я буду делать это с огромным удовольствием, потому что я все равно игры никогда не бросал и играл в мобильных устройствах. Но есть одно но, я редко размениваю одну игру на другую, игрушка должна мне очень сильно понравиться, и соответственно я пока не пройду игру, допустим, на телефоне, я ни на что другое переключиться не могу. И по этой причине рубрика будет выходить и раз в неделю, как обзоры андроид-положения, а раз в две недели. Это вот единственный минус. Да, но с другой стороны игры будут брать качество, но я думаю вы вряд ли будете недовольны тем, что я вам предложу. Итак, поехали. Это долгое вступление, но будет только в этом выпуске, в дальнейших его уже не будет. Первая игрушка, на которую мы обратим внимание, называется Warhammer Freeblade. И первое, что может вас насторожить, эта игрушка сделана по принципу при-то-плей. Здесь есть внутриигровая валюта, внутриигровые покупки. Соответственно, я такие игры сразу прохожу мимо, потому что, ну, это высасывание денег, естественно, разработчики сделали все возможное, чтобы хоть как-то ложиться на нас игроках. Да, было бы намного лучше, если бы они выпустили просто про-версию, купил, отдал там 300 рублей и забыл. Все. Но здесь ситуация несколько иная. Елена Warhammer мне нравится, именно из-за счет этого повелся. Скачал игру, запустил и потом только понял, что, ё-моё, прошло 2 часа, я был поглощен просто игрой на все 100%. Она, можно сказать, втянула меня в экран мобильного телефона. Что представляет из себя игрушка? Во-первых, это Warhammer. То есть, квадратные здоровые мужики с пафосом, с брызгущей слюной, крошат друг друга в мясо, вы валите орков, вы валите космодесантников, вы играете имперским рыцарем. Здесь есть сюжет. По сюжету ваш клан завалили, вас только-только, можно сказать, реинкарнировали в рыцаре, и вы, соответственно, начинаете мстить. Да, вы такой одинокий мститель. Естественно, у вас есть свой собственный корабль, но вы выполняете все равно, получается, волю своего владыки, и вам нужно десантироваться на вражескую территорию, и, соответственно, вы сменяете регионы, сменяете поселения. Ваша цель – пройти с точки А в точку Б. Но игрушка сделана по принципу тира. То есть, ваш мех, я буду называть его так, потому что все-таки это, ну, не рыцарь, большинству покажется, что это обычно робот-мех, и вы, в принципе, отчасти будете правы. Он идет из точки А в точку Б, и параллельно по локации появляются монстры. Это могут быть и десантники, я уже сказал, и орки, и причем монстры комбинируются по различным типам, получается, противодействия вам. Это могут быть ракетчики, которые могут вас очень быстро завалить, поэтому вам приходится их убивать в первую очередь, также забивать ракеты. Это могут быть танки, это могут быть джипы, это могут же быть просто пехота и снайперы. Соответственно, так как это тир линейный, вам очень приходится активно работать пальцем и комбинировать оружие. Вот за счет этого, казалось бы, тир это скучно, но за счет вот этой вот комбинации умений и комбинирования врагов, вы действительно крутитесь, как белка в колесе. Но при всем при этом, то, что происходит на экране, это красивое кино, скорее просто как QuickTime Events. Вы играете и вы смотрите, да, вы уже потом не понимаете, что вы водите пальцем, вы смотрите кино, где крутой робот разносит всех в пух и прах. Вот. И точно так же вам периодически встречаются другие роботы, как и вы, и вот эти вот самые битвы мехов друг с другом, они очень сильно завораживают, потому что вы можете разрубить его бензопилой, оторвать ему руку, там, проткнуть ему голову клинком. Все это сделано очень красиво и анимация повторяется очень редко, поэтому вряд ли это наскучит. Вселенная Warhammer это вселенная Warhammer, здесь вряд ли можно что-то добавить. Вот. Второй момент, помимо сюжета, помимо такого геймплея, очень интересного и затягивающего, здесь есть прокачка. Прокачка выступает в роли такого двигателя, вот именно внутриигровой валюты, что зачем ты будешь самостоятельно мучиться, зарабатывать на эту пушку, давай ты просто занесешь бабосики и вот эта пушечка тебе достанется в легкую. Но ничего подобного, игрушка не усложняет вам задачу с каждым новым уровнем, просто если не хватает денег, взяли, перепрошли и заработали лишнюю валюту. Но действительно, лень можно купить, я иногда так покупаю, но только потому что, ну, времени не хватает, хочется поскорее пройти просто дальше, да это там без получения. Вот. И самый последний, главный такой ключевой момент для любителей Warhammer, вашего рыцаря можно красить. То есть, помните, вот эти вот безликие фигурки из дерева, которые после рукотворных, получается, вложений души и сил и кисточки превращаются в классные фигурочки, которые украшают вашу полочку и становятся, получается, ну, не знаю, предметом зависти для многих, да, и предметом вашей гордости. Соответственно, здесь точно так же вы своего робота, своего рыцаря красите, улучшаете, делаете его таким грозным, то есть, вкладываете в него душу, ассоциируете себя с ним и, соответственно, влюбляетесь в него. И за счет этого разработчики, наверное, поставили, забили последний гвоздь в гроб любви к этой игре и вряд ли вы пройдете мимо нее. Она вам очень должна понравиться, потому что эпично, пафосно, красиво, вархаммер, во слабо императора. Следующая игрушка называется Игнатий. Игнатий понравится всем, без исключения любителям игрушки Лимбо, потому что и геймплей, и дизайн, и стиль все соответствуют первоисточнику Лимбо. Я на 100% уверен, что автор данной игры черпал вдохновение именно в Лимбо. И расскажу немножечко о сюжете. Его глубина раскрывается по ходу прохождения. Вы обычный парень, который шел с работы, поздним вечером, уставший такой, и видите, опа, кинотеатр на колесах. Ну, почему бы не посмотреть синематограф? Вы заходите, вам представляют красивую картинку, такой вот чувачок в усах, который сразу изначально кажется каким-то подозрительным типом, садит вас, перед экраном поручается проектора, и вас всасывает в экран. И вы оказываетесь в безликом мире, вы черное пятно, все вокруг вас черно-белое, и, соответственно, только красный контраст вот красных цветов, которые это жизни, это враги, и это пленка. То есть, ваша цель собирать пленку. Причем, для того, чтобы собрать пленку, нужно пускать весь уровень, найти все пленки, и в конечном итоге прийти, получается, к поломанной камере, вставить туда пленку, и камера перенесет вас на следующий уровень. Вот, все сделано очень стильно, и походу встречаются враги, это вороны, это какая-то красная субстанция, которая пытается отнять у вас жизни, вы пополняете их с помощью колобочек с зелем красным, и, соответственно, это классические платформы, но очень красивые, и игра берет именно исполнение своей качественной картинкой, своей красотой. И, походу, вы собираете не только пленки, но находите конверты, которые покажут вам историю Игната. То есть, здесь не все так просто, этот мальчик каким-то таинственным образом был связан с этим кинотеатром, с этим мужчиной, то есть, совершенно бесплатно, я испытываю особое уважение к таким разработчикам, которые выпускают качественную игру, которую, допустим, многие другие бы продавали там за 90 рублей, это в лучшем случае. Эта игра совершенно бесплатна, значит, она распространяется в Google Play, и у нее высокие оценки, и, что самое интересное, ну, автор действительно ничего не получается с этой игры, поэтому, ну, честь ему и хвала, давайте хотя бы порадуем его пятерочкой, да, при оценке данной игрушки. И последняя игрушка называется Jelly Jump, это игрушка от ребят из студии Ketchup App. Я люблю их не игры, я с этой студией еще познакомился, будучи пользователем айфона. Они делают игры на манер Flappy Birds, только, по принципу, у них очень красивый дизайн. Игрушки выглядят богато, красиво, классная музыка, классное цветовое исполнение, но вы понимаете, что это обычный таймкиллер, причем они делают вот игру, что играешь, 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 краски постоянно сменяются и не надоедают. Техними игр такой сменный красок очень сильно к себе привязывают. И если вы едете в забитом автобусе, да, вам просто нужно встать в уголок, достать эту игру, и время пролетит очень быстро, я вам гарантирую. Вот, и, в принципе, тоже игрушка, можно сказать, совершенно бесплатная, единственное, что периодически вылазит рекламный бампер в нижней части экрана, который очень легко блокируется приложением AdGuard. Вот, но, в принципе, если вы не хотите видеть этот рекламный баннер, вы можете купить полную версию программы, и отличие только в том, что вот тут есть рекламный баннер. Вот, собственно, и все, вот такая вот подборка. Я надеюсь, вам понравилось. Всем пока и до встречи.